Здравствуйте дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! В этом видео я привожу подготовленный мной анализ 304 главы серии Емонет, которую зрители ждут с большим волнением и любопытством. Не забудьте подписаться на наш канал, включить уведомления и поделиться нашим видео, прежде чем переключиться на наш видео. Пока Джингер и Емон разговаривают на террасе, появляется Иисуф. Завтрак готов, говорит дядя. Когда Дуйгу просматривает петицию, которую он написал, чтобы отправиться в Анкару, прибывает Кара. Доброе утро, говорит Дуйгу, я комиссар. Но эмоция задумчива. Он говорит, что мы позаботимся о том, чтобы решить дело, о котором вы попросили Ибрагима, вместе сегодня. Дуйгу говорит, что ты всегда этого хотел. Он идет к черной Дуйгу. Он видит петицию в руке. Дуйгу, раньше ты был у меня в долгу. Ты сказал то, чего не должен был говорить, теперь, пожалуйста, никому не говори. Емон произносит приятную речь перед своей семьей перед тем, как сесть за завтрак. Когда Ханан сияет, я надеюсь, что мы сможем увидеть его глаза в те дни, когда погаснет свет, думает он. Зия шепчет матери на ухо, разве Сихер не очень хорошая девочка? Кеннон говорит, что она моя девушка, конечно. Комиссар Али выходит на работу. Он говорит доброе утро. Он зовет Кару рядом с собой. Комиссар Дуйгу очень устал за эти дни и говорит, что мы должны немного уменьшить нагрузку. Благ говорит, что к тому времени его все равно уже не будет. Кару снова вздохнула. Али сразу идет к Дуйгу. Дуйгу произносит прощальную речь с Али. Я ухожу, инспектор Али, ухожу, даже если не хочу. Я выбрал маму. Я иду в Анкару. Вы можете себе представить, что он сказал? Так Дуйгу говорит Али, нет, ты хочешь мне что-то сказать? Зухал снова вошел в комнату Кеннона. Все кончено, ты покидаешь этот особняк. Достаточный. Кеннон говорит, что мы начали этот бизнес вместе. Ты же знаешь, у меня есть доказательства, что я ухожу. У Кеннона возникли проблемы с выводом чего-то на передний план найденного донора. Таким образом, речь идет о том, чтобы избавиться от этого человека и сделать его донором. Али едет в Семру, мадам. Он говорит, что попытается отозвать просьбу Дуйгу. Миссис Семра, вы вошли в мою комнату в мое отсутствие. Он говорит, что я нашел его одежду в его комнате. Если ты покинешь этот город, Али останется в этом городе, надеясь найти Есимян. Я знаю, что Дуйгу не хочет идти. Если вы не хотите, чтобы миссис Семра Дуйгу ушла, у меня есть условия. Вы разорвете отношения эмоциями. Но если вы говорите, что не можете, он говорит, что возьмет Дуйгу и поедет в Анкару. Зухал звонит Недиму. Он позвонил узнать, где Зеки, кто будет его донором. Узнайте у Недима, где живет Зеки. Название отеля на номер комнаты. Он говорит, что поблагодарит вас за посылку цветов и узнает от Недима, где он находится. Сихер и миссис Адалет кусаются, когда узнают, что Еман выздоровеет. Еман приходит на кухню. Он хочет есть, но Сихер останавливает его. Потому что у Емана есть мышление. Вот почему он говорит, что они будут продолжать диету, пока она не улучшится. Но немного кусается. Ухана Ауна зазвонил телефон. Он ищет Некме. Некме даст человеку работу. Недим говорит, что до человека трудно добраться, а Недим говорит, что расставляет своих людей повсюду. Кеннон злится на это. Ну давай же. Она говорит, что ваш муж не смог прийти. Зухал говорит, тогда готовь свой чемодан, чтобы покинуть этот особняк. Кеннон говорит, что никто не может выгнать меня из этого особняка. Али говорит, что поговорила с матерью, и они не поедут. Кеннон входит на кухню. Поговорите со Шихер. Он говорит, что ты сделаешь все, чтобы сохранить ей жизнь, не так ли? Сихер говорит, конечно, я буду. Кеннон говорит, что я тоже знаю. Он говорит, что я никогда этого не забуду. Ханаван достигает Зухала. Зухал Зеки говорит, что он все еще цел. Кеннон, я все исправлю. Некми подошел к Зеки, переодевшись перед цветами. Он попал в серьезную аварию, когда получил цветы. Он объявляет Зухалу крики победы, говоря, что скоро услышат плохие новости. Когда Сихер выходит из особняка, Недим кричит. Зеки упал с балкона тела, в котором остановился. Он говорит, что сейчас в реанимации. Она говорит, что не может быть Сихером. Для Сихера это разрушение. И Яман идет. С кем ты разговариваешь? Называется Недим. Он говорит, что ты расстроен, что случилось. Шер Зеки говорит, что они хотели больше тестов в больнице. Вот почему он говорит, что мы не можем видеться сегодня. Затем Яман говорит вам прийти, когда будет холодно, что случилось с Зухалом, человеком, который будет донором Ямана. Зухал также поскользнулся на балконе отеля. Он говорит, что сейчас в реанимации. Он разозлился на Зухала Канана и умер вместе с цветочным магазином, который я послал. Он говорит, что они подумают, что это сделал я. Кеннон говорит, что я тоже об этом думал. Сначала исчез твой цветок, потом расцветает моя беда. Потому что оставшиеся цветы не имели названия. Он говорит, что через несколько дней я буду желанной, а не нежеланной матерью. Дыгу думает о речи Али. Он говорит, почему он вел себя как чужой. Затем он осознает ситуацию Али. Али также помнит свой разговор с миссис Симрой. Дыгу ищет свою мать. Мама, ты отказалась от своего состояния. Он говорит, почему ты отказалась. Есимин, наша мать и наша сила. Он говорит, что ты не будешь думать ни о чем, кроме Есимян. Он закрывает, говоря вам не опаздывать ночью. Когда Симра приближается к ее дому, миссис Султан видит его. Ты, наверное, идешь домой, я думаю, все кончено, говорит он. Я разговаривал со своим сыном Али и миссис Симры. Мы говорили о том, что нужно. Султан приглашает госпожу Симру на обед, но госпожа Смиры не хочет идти. Как можно сообщить такие новости, Сихер? Как я могу сказать, что надежда, за которую мы цеплялись, рухнула? Недим звонит. Он спрашивает ее, в порядке ли она. Разумный юн задается вопросом, как она упала. Недим спрашивает, намеренно это сделано или нет. Недим говорит, знает Еман или нет. Он говорит, что это очень тяжело, но если хочешь, я тебе скажу. Сихер говорит, что нет, ему нужно услышать от меня. Должен сказать, что выхода нет. Он говорит, что мы боремся с этим все вместе, и мы будем бороться. Выйди из комнаты, Сихер видит Емана и Юсуфа. Они играют в дартс. Еман учит Юсуфа стрелять из лука. Сигер не выдерживает. Ханавом идет. Он говорит, что ты в порядке. Вы кричите. Мне хорошо, Сихер. Он говорит, что у меня аллергия. Кенан получает новости от Сихера и улыбается, говоря за лужка. Дыгу идет к Али за делом. Элли, ты будешь работать над этим файлом с кем-то другим. Он сказал, что у меня есть еще одно дело, над которым нужно работать завтра. Вулкан приближается. Али говорит, что встретился с комиссаром, и они вместе пойдут на последующие шоу. Вулкан приглашает Дуигу на чай. Сихер берет альбом в руки. Потому что они собирались сохранить свои воспоминания на этой пластинке. Их первое фото было сделано, когда они получили хорошие новости. Еман идет. Сихер говорит, что ты искал меня. Еман говорит, почему твои глаза полны слез. Вы смотрели на наши фото, поэтому ваши глаза наполнились слезами. На этих фото будет больше. Он говорит, что у нас вся жизнь впереди. Скажи, собирайся, нам есть куда идти. Сихер говорит, где. Еман приносит шарф и пальто Сихер. Он говорит, не спрашивай, я отведу тебя в красивое место. Кеннен говорит Зухалу, что они думают, что делать. Еман берет Сихер за руку, и они выходят из дома. Зухал тоже видит их из окна. Он говорит, иди и посмотри, что они сделали. Еман сажает Сихер в машину, а это значит, что Ханал не разговаривал с Еманом. Вы все еще играете в игру счастья. Он говорит, что понятия не имеет, что его жизнь скоро превратится в хаос. Дойгу рассказывает Валкану о том, что случилось с Али и ее матерью. Во время разговора с Дойгу Валканом Валкан плохо себя чувствует. Дойгу заметил Валкана. Али очень ценный друг, и связь между нами очень сильна. Кто захочет потерять эту связь с Валканом? Валкан получает телефонный звонок. Он не хочет разговаривать с Дойгу. Моя сестра говорит, давай посмотрим, что она хочет, а она встает и робко говорит от Дойгу. Мы дошли до конца этого раздела, ребята, не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы посмотреть больше видео. Спасибо, что смотрите на нас. Заботится. Увидимся в других видео. Пока. Пока.